Когда мы ехали сюда, мне казалось, что я ничего не помню, кроме того, что я был в Благовещенске, потому что у нас Валера здесь служил, барабанщик наш, практически два года, и он, конечно, лучше помнит, больше помнит, и он тут все у нас вздыхает, ходит по местам боевые слова. Я был два дня всего лишь, можно сказать, на гастролях здесь в армии, но сегодня потом я как-то начал вспоминать, вспоминать, и вдруг я как-то опознал площадь, где магазин Благовещенск, что она была по-другому, но магазин вот этот был, по-моему, даже на нем такая же надпись была. И я вспомнил, что я здесь купил банджи, ГДРовское банджи, и потом таскался с ним достаточно долго, ну вот уже до самой дембелизации, до зимы, и домой на Демель с этим банджи приехал, он долго, это было здесь куплено. Вы в Екатеринбурге как жили, так и живете, но я не об этом сейчас, не о том, о чем все спрашивают. Как вот просто популярным, известным людям живется в небольшом достаточно городе? В принципе, мы себя достаточно комфортно там чувствуем, город нам отвечает взаимностью абсолютно, и поэтому это очень приятное ощущение, когда ты там утром выходишь с тобой, здороваются, говорят тебе добрые слова, ну вот все, там, знаю, консьержка в подъезде, дворник на заправке, на стоянке, ну вот там в магазине, куда ты заходишь. И в принципе, люди, узнаваемость практически стопроцентная, но люди настолько привыкли, что мы вот там живем, что мы местные, поэтому никаких истерик нет, там никто не рвет на тебе рубаху, никто не бросается с тобой, просто здоровается, там, ну как-то высказывает свои некие респекты, такие уважения, и, собственно говоря, и все, и ты живешь достаточно свободно. Я рисую на пьете, сам с собою громко спорю, поиск истины, и нет, истина чего-то стоит. 10 лет назад, 15 лет назад, да, рок-музыканты собирали стадионы, я помню себя, свои ощущения, нам казалось, нам все, наверное, да, казалось, что это все, это свобода, мы теперь другая страна, мы вообще другие люди, мы такие умные, мы честные, мы добрые, мы, вот мы другие, да, прошло какое-то время, и стадионы, там, большие залы собирают исполнители так называемого шансона. Любое чувство нужно подкармливать, даже великая и яркая любовь, которая может возникнуть, все знают историю про Ромова Джульетта, а ведь на самом деле более страшная история была бы, если бы они выжили, то есть любое чувство надо подкармливать, и если культурой в этой стране никто не занимался многими десятилетиями, то с какого рожна она вдруг должна возникнуть сама по себе? То есть у нас, извините, недавно просто вот слушал опять случайно эту толстую с этой, с Дуней, там, то есть говорит, раньше, вот совсем недолго времени назад, слово «я кушаю» было бестактным и резавшим ухо, а сейчас выясняется, и я ловлю себя на мысли, я тоже так говорю, правильно всегда я ем, а он кушает, и вот это вот все эти мелочи, понимаешь, нас всех немножко недоучили, нас всех немножко там, ну и во-вторых, вот эта пена, когда сошла, выяснилось, что сытая, ленивая жизнь, она вот проще, у тебя в принципе все есть, вон телевизор висит, тебе там и так, и этак, и этак, и этак, понимаешь, там, давай только-только-только, а часто до сих пор, на самом деле настоящие рок-музыканты до сих пор в стадион собирают, вот в чем ведь дело, понимаешь, там, но проблема все в том, что действительно люди стали очень инертны и уютнее, ну, доступ информации, доступ всего вот того, чего вот можно сказать, что «я вот кайфую», это все есть, интернет, это есть телевидение, это есть услужливая жена, это много чего, вот я думаю, вот это немаловажно все вещи. Я буду беспомощен, подставь мне в плечо, возьми меня за руку, отведи туда в точек, скажи, что я вижу в могилу отца, я упаду на колени, заживи меня глаза. В конце 80-х годов, как сейчас говорят, все, что было связано с перестройкой, с переменами, это был такой модный бренд, это было модно, и многие ходили на концерты не потому, что им нравится, а потому, что это вот модно было, идти на этот концерт. Эта пена немножко спала, и в основной своей массе народ вернулся к своей корневой культуре вообще. Если мы вот так... По большому счету, если бы жужжалки еще тогда выключили, у половины тех групп, которые собирали вот эти стадионы, вы бы услышали вот тот же ле-минор, плотно пекающий в ре-минор. Да, ситуация ведь такая, что если мы говорим, что на европейской части, в Греции, уже до Рождества Христова существовал театр, комедия, политические диспуты, философы рассуждали, дебаты, да, еще что-то, и так далее рассуждаст, то в принципе в России вот некая европейская культура появилась уже во второй половине, ну там, скажем, в конце 17 века, в 18 веке все это появилось, и то на уровне некого развлечения, диковинки вот этих вот крепостных театров и крепостных каких-то оркестров, все прочее, вот, поэтому, а культура для народа, она была в кабаке и на ярмарке, и поэтому до сих пор вот на генетическом уровне все, что так или иначе похоже на кабак, пьяные песни, такие ресторанные, то, что у нас называют вот шансоном, по большому счету ресторанные песни, это нравится людям. Субтитры создавал DimaTorzok На каждый наш концерт приходят люди, те, кто пришел в первый раз, кто пришел за компанию, кто-то взял своих друзей, кто-то взял своих детей, и вот люди, кто в принципе ничего не знал о группе Чайф, ну кроме того, что она есть, и там две песни у ее, и Аргентина, и Майка, предположим, да, вот. И они, наша задача сделать так, чтобы они поняли, собственно говоря, в чем разница, чтобы они полюбили эту музыку, чтобы у них появился интерес что-то послушать еще. Я провернут через мясорубку дня, я устал, как пес меня шатает, разбит руки в кровь, нет третьей струны, мне всегда чего-то не хватает. Мне не хватает белых грибов зимой, мне не хватает сугробов летом, мне не хватает ночью шума толпы, а днем лодного света. Мы никогда, например, не говорим, что там попса, дрянь, там еще что-то. Я говорю? Нет, а мы предлагаем, вот, ну я лично считаю, что наша задача дать человеку право выбора. Я все-таки немножко оптимист и считаю, что человек по своей натуре не так плохо, как он кажется, как ему хотелось бы самому показать себя, окружающему миру, что ему просто иногда у него нет выбора, он слышит только эту музыку, смотрит только эти передачи, больше ничего. Поэтому вот наша с вами задача сказать ему, что существует еще другое кино, что существуют другие режиссеры, существуют другие музыканты. Попробуй, посмотри, может кому-то это понравится. То есть, вот в моем понимании, вообще, если мы говорим о свободном обществе, свобода, очень просто свобода, это право выбора, право выбирать, там, с кем тебе общаться, где тебе трудиться, как тебе, там, куда тебе ездить, какие фильмы смотреть, какие книжки читать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, и... Есть категория людей, которые понятия не имеют, где эти книжки купить. Вот они и не свободны, потому что у них мало выбора, у них нет выбора, поэтому, чтобы они стали свободнее, им надо, как бы, вот, показать, что выбор есть. спасибо вам я думаю что благодаря в том числе вашему творчеству мы все правда становимся свободнее вам стараться спасибо приезжайте к нам пока мне осталось и